Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Наверняка каждый из нас или кто-то из наших близких хотя бы раз в жизни оказывался в неприятной ситуации. Потеря или кража кошелька или сумки. Но с кем не бывает. Может, где-то забыли по невнимательности или кто-то успел вытащить ваш бумажник в переполненном автобусе. Но всё равно, как говорится, в этой ситуации мало приятного. И после этого всегда досадно и обидно. Особенно, когда там была большая сумма денег или важные документы. Вот так вот досадно и чувствовала себя женщина по имени Анна Твердохлебова. Паспорт гражданина, банковские карты, ваучеры для пополнения мобильного, а также крупная сумма наличных почти двое суток пролежали рядом с мусорной урной возле железнодорожного вокзала в городе Тирасполь. Я со своей бригадой пошла сюда убирать с самого утра. «Когда я подметала рядом с урной, краем глаза увидела женскую сумочку. Она лежала на траве где-то в трёх метрах от меня. Я подошла поближе и заглянула вовнутрь. В найденной сумке был пакет, деньги и некоторые документы», — рассказала работница местного спецавтохозяйства Анна Откалюк. После того, как женщина убрала территорию, то без раздумия отнесла свою находку на пост миграционного контроля. Правоохранители произвели пересчёт найденных денежных средств, которые были внутри сумочки. Там оказалось 3000 евро и 100 американских долларов. Около 11.40 к нам на пост обратилась работница спецавтохозяйства и объяснила, что она нашла женскую сумку рядом с вокзалом. «Через несколько часов мы узнали адрес и телефон владелицы сумочки, связались с этой женщиной и вернули денежные средства и паспорт данной гражданке», — рассказал старший инспектор поста миграционного контроля Роман Брекун. Гражданка Анна Твердохлебова, владелица утерянной сумочки, рассказала полицейским, что за день до этого возвращалась домой от сына, у которого гостила несколько дней в Греции. Женщина была уставшая, с несколькими чемоданами и, по всей видимости, по неосторожности даже не заметила, когда сумочку выронила. Только когда уже приехала домой, то обнаружила, что не могу найти свою дамскую сумочку. Место себе не находила, была в слезах, позвонила сыну в Грецию. Найти пропажи уже не было надежды. Но я очень благодарна этой неравнодушной женщине и полицейским. Не знаю, сколько бы времени ушло, чтобы это все восстановить. Спасибо, рассказала она. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.